В пуле в этом году на чемпионате Европы 4 очка разделили этих боксеров. Ну и раз дело дошло до супертяжеловесов, то сам Бог велел отдать слово моему собеседнику сегодняшнему Виталию Кличко, чемпиону мира среди профессионалов, правда, той же самой весовой категории, пусть там она и ограничена немножко другими цифрами. 1-0 Павел Поветкин. 1-0 Павел Поветкин и в этом поединке мы видим, ему против него левша, а против левшей всегда хотят боксеры или нет. Они испытывают некоторые дискомфортные условия, чувства. Но, тем не менее, тем не менее, Александр ведет преимущество, набирает он передней рукой. Здесь нужно, наверное, пару слов сказать о том, какие бои перед этим провели эти боксеры. Александр Поветкин в первом своем бою в четвертом раунде трижды отправил на пол Сергея Рожнова и бой был остановлен болгарского боксера. Затем со счетом 31-15 победил Мухтархана Дилдабекова из Казахстана. Камарелли выиграл Лукбенге Олуокуна из Нигерии со счетом 29-13, но в конце поединка едва не оказался в нокауте. Заканчивал его практически держась руками за канаты. Затем был трудный бой против украинского боксера Алексея Мазикина и выиграл Камарелли всего два очка 23-21. 6-3 за 25 секунд до конца первого раунда впереди Александр Поветкин. И тем не менее здесь слухи, которые ходят в трибуне, слухи, которые ходят между комментаторами и в зале, между зрителями. Все-таки Александр Поветкин предрекают победу очень многие. Но тем не менее очень многие прогнозы перед следующим поединком, перед следующим раундом. И вот... Начало... Левша заходит за левую ногу соперника. Это, в принципе, тактика обоих спортсменов закрутить, закрутить и затем задней рукой провести точный удар. 8-3. Лучше начинает Поветкин раунд. Все-таки нужно отметить, оба спортсмена довольно-таки в хорошем темпе, несвоеобразным для тяжеловесов начали второй раунд. И мы надеются будем, что такой же темп останется до последнего четвертого раунда. Такой же высокий темп, как у легковесов. И мы надеемся будем, как у легковесов, как у легковесов, как у легковесов, как у легковесов. И мы надеемся, что в следующий раз у легковесов. Но сейчас серию как раз неплохую провел Камарелли. Так у меня все время вверху в голове ощущение, что все-таки нигерийц его сильно потряс в первом поединке. И Камарелли не очень похож на того Роберто Камарелли, которого мы видели все последние годы. Разница в счете довольно большая сейчас. И я думаю, что она вынудит итальянца рисковать. Пошел вперед. Именным именем для боксерского турнира вообще кого бы ни было, олимпийского тем более, Мохаммед Али. Очень многие спортсмены, подражая своим кумирам, берут имена, берут прозвища. Родители наверняка желая, чтобы в будущем их спортсменам, сыновья, дети стали. Может быть, ничуть не хуже своих кумиров дают их и имена детям. Ну вот как раз и посмотрим, каков он Мохаммед Али. Как так приноровился немножко Камарелли. Выравнивается бой, а сейчас он вообще 2-1 впереди в раунде. Александр боксирует в закрытой стойке Акамарелли. Руки абсолютно опущенные. Практически никакой защиты, но тем не менее он старается наносить удары с любой точки и с любой позиции. Удар идет не классический от подброска. Удары идут с низкоопущенных рук. На отходе довольно-таки нелегко боксер против такого спортсмена, от которого нет классических ударов, которые идут не по свойственной им траектории. 20-13. 20 секунд до конца третьего раунда. Нужно отметить, насколько в хорошей кондиционной форме находятся оба спортсмена, что темп ни на долю не изменился от начала поединка. Сложно сказать, дает ли преимущество корпус голова. Ну что, последний решающий раунд. Дальянец пойдет ва-банк сейчас, я думаю. Не остается ничего. Я думаю, что Акамарелли знает о том счете. Который разделяет его с Александром Поветкиным и будет предпринимать все возможное, чтобы все-таки этот счет минимизировать или выйти вперед. 25-16. Александр... Ни в коем случае нельзя раскрываться ему сейчас. Ни в коем случае нельзя раскрываться. Тем не менее, очень правильная тактика. Итальянец находится под постоянным прессом ударов. 25-16. Минута 10 до конца. Минута 10 до конца. Минута 10 до конца. В Oooh! 40 секунд 26-18 30-18 Не знаю, мне почему-то кажется, что с точки зрения технической бокс-бой мог быть и поинтереснее. Очень тяжело судить. Сейчас, когда оба спортсмена идут в атаку. И для обоих стоит целью как можно больше ударов, чтобы как можно больше ударов поземлилось на ударную площадь либо голову соперника, либо корпус. И для обоих стоит целью.